Господи, Сил, с нами будем, и таково разве Тебе, помощником скорых невиномы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и Божие благословения пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира на Духе Святом и хорошего всем настроения. Кстати, про настроение. Однажды один уже достаточно пожилой и опытный священник принимал экзамен у студентов и задал им такой вопрос. Скажите мне, студент семинарии, что самое главное в жизни священника? Ну, имеется в виду, когда вы станете уже пастырями. И они стали решать эту задачу. Одни говорят, самое главное — это миссия, это проповедь. Да, это важно. Другие говорят, самое главное — это совершение служб, литургии, таинств. Это очень важно. Самое главное — это дела милосердия и помощи ближним. И это важно. Но я все-таки спрашиваю не об этом. Самое важное — это хорошее настроение. Но настроение не в смысле вот такой легкомысленности, без печальности. Нет. Настроение — это настрой души. Наша душа, она Богом создана очень гармоничной. Это такой потрясающий инструмент, к которому, если прикасается Творец, она начинает звучать удивительным звучанием. И в глазах, потому что глаза — это зеркало души. И в устах, потому что от избытка сердца, говорят, уста. И в походке, и в жестах. В человеке все может быть прекрасно. И душа, и тело, и одежда. Потому что одежда, она тоже из души выбирается человеком. Это неправда, это лукавство, когда, например, подростки церковных родителей, воспитанные на каких-то церковных традициях, уходя в этот переходный период, начинают сопротивляться, возмущаться, или говорить, ну, это же не важно, в чем я одета. Главное, что внутри я другая. Да нет, очень важно. Потому что то, во что мы одеты, влияет на нашу душу. И душа выражается в нашей одежде. Женщина по-разному себя чувствует. В телогрейке, в мини-юбке, в вечернем платье. У нее меняется походка, у нее меняется осанка. Она по-другому говорит. Она по-другому за собой следит. И в этом тоже выражается душа. И от того, как она настроена, зависит ее жизнь. Жизнь человека, жизнь его семьи. Потому что из души человек строит свою семью. Жизнь тела, потому что наше тело, оно в основном страдает психосоматическими заболеваниями. То есть сначала проблема возникает в душе, а потом она выходит в телесную немощь. И все зависит в человеке от настроения его души. И для этого существует церковь. Потому что церковь — это то собрание Богом людей, и даже то место, если имеется в виду храм, где происходит все время поднастройка души. Мы же расстраиваемся. Мы же, выходя из храма, погружаемся в эту атмосферу мата, крика, лжи, обмана, раздражения, торгашества. Мы все время сбиваем эту настройку. Поэтому Господь, Он очень разумно, заботясь о нас, Он закон дал. Шесть дней делай дела твои, а седьмой день Господу Богу. И каждый нормальный человек, который заботится о своем настроении, он в воскресенье приходит и встает перед Богом. И вот в этой атмосфере богослужения, молитвы, чтения Священного Писания, а Священное Писание, оно же тон задает. То, что мы читаем в воскресенье, мы под этим знаменем живем всю неделю, всю седмицу. Возвращаемся, переживаем, обдумываем, живем, стараемся сохранить этот тон, эту настройку. И вот так человек из недели в неделю приходит для того, чтобы его душа, она была в порядке, чтобы этот порядок передавался всему, с чем человек соприкасается своей душой. Поэтому желаю всем, дорогие мои, хорошего настроения. Помогай нам всем, Господь!